Смотрите сегодня в Ньюсблоке. Сюжет фильма «Начало» украден у детского комикса. Что общего у Леонардо Ди Каприо и братьев Гавс? Эми Уайнхаус, певица проснулась на скамейке в центре Лондона. А также, когда придет конец сумеречной саги? Привет, я Александр Анатольевич и это Ньюсблок. Фанаты сумерек, вооружайтесь маркерами и отмечайте новую праздничную дату в своих календарях. 16 ноября 2012 года. В этот день выйдет заключительный фильм вампирской саги «Рассвет. Часть 2». Первая серия «Диалогии» стартует в прокате на год раньше – 11 ноября 2011 года. Съемки обеих картин будут вестись параллельно и начнутся этой осенью. Звездная троица Роберт Пэттинсон, Тейлор Лотнер и Кристен Стюарт никуда не денется. Ребята уже подписали контракты на участие в «Диалогии». Каждый из них получит за это по 25 миллионов долларов. «Тебе не место в нашем мире, Белла». «Мое место рядом с тобой». Многомиллионные отчисления за «Рассвет» у Кристен Стюарт еще впереди. Но она и так уже попала в число самых высокооплачиваемых актрис. 20-летняя Кристен занимает 10-ю строчку в этом рейтинге. Журнал «Форбс» подсчитал, что за последний год «Звезда сумерек» заработала 12 миллионов долларов. Всего на миллион меньше, чем легендарная голливудская актриса Мэрил Стрип. Впрочем, Кристен Стюарт есть куда стремиться. Ее гонорары не такая уж внушительная сумма по сравнению с доходами Сандры Буллок. За минувший год на счет звезды фильма «Предложение» капнуло 56 миллионов долларов. «Вы ведь на зарплату повышать собираетесь?» Это обеспечило ей первое место в топ-листе самых хорошо зарабатывающих актрис. Также в список «Форбс» попали Рис Уизерспун, Кэмерон Диас, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер, Джулия Роберс, Анжелина Джоли и Дрю Берримор. В совокупности их доход за последний год составил более 170 миллионов долларов. До церемонии MTV Video Music Awards осталось еще больше месяца. Но Леди Гага уже успела войти в историю этой премии. Во-первых, она получила целых 13 номинаций. А во-вторых, Гага стала первой артисткой, у которой сразу два клипа претендуют на награду «Видео года». Это «Бэд Романс» и «Телефон». Леди Гага уже отреагировала на радостную новость. Она сказала, что счастлива и горда войти в историю MTV. Еще больше порадовала певица, что у нее 13 номинаций. Гага уверена, что нелюбимое многими число ей принесет удачу. Основным соперником поп-звезды станет Eminem. Он заявлен в восьми категориях, в том числе самой престижной – «Видео года». Эту награду ему может принести суперхит «Not Afraid». Но, видимо, Slim Shady оскорблен тем, что какая-то девчонка обставила его по числу номинаций. Поэтому об MTV VMA он отзывается сухо. Цитата. « MTV не волнует, что после церемонии у меня два стадионных концерта на другом конце страны. Конечно, я приеду на премию, но не ждите, что я буду очень довольным». Конец цитаты. За статуэтки MTV также поборются Кэти Перри, Coldplay, Gorillaz и Тейлор Свит. Голосовать за номинатов можно на сайте vma.mtv.com до 12 сентября. Кэти Перри поучаствовала в откровенной фотосессии для журнала Rolling Stone. Певица позировала в нижнем белье. На одной из фоток Перри даже решила сняться топ-лес. Звезда дала журналу интервью, в котором неожиданно прочитала мораль Леди Гага. Она осудила ее за использование религиозных символов в своих клипах. Кэти считает, что религию и секс смешивать не стоит. Запутанный, но дико увлекательный сюжет детективного экшена «Начало» сейчас обсуждает весь мир. Режиссер картины Кристофер Нолан не раз заявлял, что он писал сценарий более 10 лет. А может, идею этого фильма он не придумал, а просто украл? На эту мысль наводит старый диснеевский комикс, который на днях раскопали журналисты. Проникнуть в сон и украсть оттуда информацию. Такой хитроумный план задолго до Ди Каприо провернули братья Гавс из Утиных Историй. В одной из частей комикса они забираются в подсознание Скруджа Макдака, чтобы выведать код от хранилища с несметным богатством. Братья похищают специальную машину для погружения в сны, которую создал Винт Разболтайло. Причем разбудить Скруджа и тем самым спасти сокровища нельзя. Если налетчики останутся в его мозгу, селезе миллионер сойдет с ума. Так что зря Кристофер Нолан говорил, что его картина – первая история ментального преступления. Связь между блокбастером «Начало» и комиксом «Утинной истории» обнаружило издание «Видеогам». Впрочем, забавное совпадение не умаляет достоинств совместной работы Нолана и Ди Каприо. Она уже третью неделю возглавляет американский прокат. А мировые сборы «Начало» подбираются к отметке в 400 миллионов долларов. Оксана Григорьева впервые прокомментировала скандал с Мэллом Гибсоном. Российская пианистка решила объяснить журналистам, зачем она приготовила компромат на бывшего возлюбленного. Что вы чувствуете? Я опустошена. Это так низко и пошло домашнее насилие. Это очень тяжело и несправедливо. Простите. Простите, я правда больше ничего не могу сказать. Оксана на протяжении всего интервью играла в «Партизана», но не слишком убедительно. Как ваш сын Саша относится ко всему этому? Он в порядке. Простите, я должна идти. Как вас поддерживает Тимоти Далтон? Он отличный отец. И мы с ним в прекрасных отношениях. Он поддерживает сына, он поддерживает меня. Но мне правда жаль, я должна идти. Конечно, журналисты не могли отпустить Оксану, не спросив о главном герое скандала, Мэлли Гибсоне. Зачем вы сделали все эти аудиозаписи? Все эти записи, которые вы могли послушать в интернете, они сделаны в одну ночь. И в эту ночь я просто боялась за свою жизнь. Мне казалось необходимым записать это. Вы вымогали деньги за эти записи, как он утверждает? Я никогда ничего не вымогала. У него нет доказательств. Это просто грязная атака против меня. Если бы вы могли сказать Мэлу одну вещь, чтобы это была Оксана. Мэл, скажи всю правду ради нашей дочери. Пока правда остается невыясненной, страдают обе стороны. От Мала Гибсона отворачиваются коллеги. Так в конце июля Леонардо Ди Каприо отказался сниматься у Гибсона, хотя был утвержден на роль еще в прошлом году. У Оксаны Григорьевой тоже застоприлась карьера. Пианистка и певица хотела принять участие в американском телешоу «Танцы со звездами». Но ее кандидатуру отклонили. Эмми Уайнхаус давно катится по наклонной плоскости. Папарацци уже без труда снимают Эмми в самых позорных для нее ситуациях. Вот, например, как на этой фотографии. Обессилевшая от выпитого певица спит на скамеечке. По информации одной желтой газеты, Эмми всю ночь зажигала в большой компании друзей, в том числе и со своим бойфрендом, кинопродюсером Рэгом Тревисом. Как сообщает все та же газета, алкогольное турне закончилось для Эмми ссорой с ее приятелем и отключкой прямо в двух шагах от паба его родителей. Похоже, девушке скоро снова придется пожить в революционной клинике. Хорошие новости для фанатов Слима. Участник, обожаемый тинейджерами рэп-группы «Центр», снимается в новом клипе «Если буду». Вместо птахи в кадре со Слимом другой рэпер с птичьим прозвищем «Стриж». «Стриж», «Слим» и «Ай-Кью» записали трек «Если буду» еще в прошлом году. Популярность песни в интернете подтолкнула рэперов на съемки клипа. В режиссерском кресле Оксана Шкворникова, автор видеоцентра «Легко ли быть молодым». «Если буду» снимается по этому же принципу – атмосферность и никакой сюжетной линии. Если вас достали идиоты вокруг, то обязательно сходите на новую голливудскую комедию «Ужин с придурками». В ней вас научат, как от общения с придурками получать удовольствие. Джейм, познакомьтесь, это мой друг Луис и его жена Дэян. Жена? Пока, да. Ох уж эти корпоративные правила. У кого-то на работе строгий дресс-код, у кого-то перекрыт доступ в социальные сети. Но это еще цветочки. В одной американской компании босс ежемесячно устраивает ужин для коллег. Каждый сотрудник должен привести с собой какого-нибудь идиота другим на посмешище. Я отложил яйца. У тебя в мозгу. Вытащи их немедленно. Уж если связался с таким типом, готовься ко всему. И на работе все пойдет кувырком. И в личной жизни. Да и вообще. О покое придется забыть. Он славный малый, но разрушительный, как торнадо. Главного шута сыграл популярный американский актер Стив Карл. Это имя уже давно стало знаком качества для любителей комедий. Сложно ли сыграть полного придурка? Ну как вам сказать, ведь в каждом из нас что-то такое есть. И в этом вся прелесть фильма. Ты можешь узнать себя во всех этих фриках. Поставил фильм режиссер Джей Роуч. Автор знакомства с факерами, знакомства с родителями и трилогии об Остине Пауэрсе. В Америке новую картину уже оценили. На российские экраны ужин с придурками выйдет в середине осени. Мне кажется, что ты считаешь меня идиотом. Главное не вставать с кресла. Тим! Миллиардер Михаил Прохоров собирается сделать, казалось бы, невозможное. А именно, хорошую отечественную тачку. Олигарх сейчас лично контролирует работу над проектом так называемого народного автомобиля будущего. По заявлению миллиардера, его машина будет отвечать всем мировым стандартам качества. Ездить на электричестве, а цена ее составит около 350 тысяч рублей. Действующие образцы машины должны появиться в декабре 2010 года. В их создание Михаил Прохоров уже вложил более 150 миллионов евро. Звучит как сказка. Правда, есть одно но. Автомобиль будущего проектируется в сотрудничестве с АвтоВАЗом. С вами был Александр Анатольевич и Ньюсблог. Пока!